что ваня такой все хуже становится сука что за жизнь такая все было лучше раньше вот раньше было все лучше приди кока-кола уже дай день всем привет праздник нам приходит точнее уже давно пришел и уже ушел а мы вот созрели сделать рекламу хотел сказать хорошо бы сделать рекламу новых вкусов кока-колу но к сожалению придется делать честный обзор бесплатный за который плачу я сам приди кока-кола уже дай денег ладно не можешь не давать короче у нас обзор кока-колы они наделали новых вкусов мы решили сравнить со старыми вкусами сравнить там с сахаром без сахара вот в общем все такое прочее короче шо у нас тут есть у нас тут есть из новенького вкус лайма такая зелененькая бутылочка это газировка с сахаром 27 граммов у них теперь все написано 27 граммов сахара на на бутылку видимо или стоп до 27 граммов сахара вот на такую бутылку довольно много но я бы не сказал что это ну а говорят же знаете же с кока-коли там чуть не 10 коробок сахара в бутылочке в одной но вот 27 граммов вкус лайма может быть вкусно не знаю вот лайм с сахаром апельсин почему-то без сахара апельсиновая кока-кола ни разу не пробовал попробую хотя я небольшой любитель вот без сахарных каких-то историй дальше номер пять ванила ванила кока-кола с тоже сахаром это известная тема периодически она появляется в какой на линейке потом она исчезает я почему-то помню ее под наверно по какому-то шестому или седьмому году 2000 вот тогда как бывают ванилу кока-колу именно почему-то очень нравилось я всегда покупал ее и мне казалось кайфной такой штукой особенно если делать какие-то алкогольные коктейли с ней ром вот с ванильной колой был прикольный если не ванильный ром обычно такой если желтый ром там как перебор тогда получается с ванилью если белый ромчик и к ванильная какого лидок и лайм вот вообще отлично кстати может с этим можно будет делать как-то или с ромом дальше как озеро попробуем насколько она лучше или хуже обычной колы у меня не очень сахарозаменителями дружба складывается но может быть это вкусная не знаю и и для сравнения мы взяли классическую колу с сахаром те же 27 граммов на бутылку на пол-литра ну что сказать классика белая и белая красная этикетка кока-кола сравним короче решили мы не знаю зачем решили сделать слепую выпуск загадочка честно говоря для меня какой в этом смысл но может быть смысл какой-то появится в процессе дегустации сейчас я иду уйду за кадр руслан все разольет и мы попробуем слепую да если что стоит она 70 рублей примерно каждый из этих бутылочек стоит 70 рублей ну я покупал за 68 98 но может у кого-то больше кого-то что же от магазин зависит ладно я пошел вернусь и все попробую вот пять одинаковых на вид жидкостей пяти одинаковых стаканах давайте пробовать кстати кола еще говорят есть вишневая но что-то полгорода объехал не нашел никакой вишневой колы есть еще говорят кола с корицей на сайте кока-колы есть кола с корицей если вы пробовали пишите в комментах потому что я не с корицей вообще не видел с вишней где-то она промелькнула но то ли под новый год и все выжали то лишь то ли какая-то другая проблема со мной к можно что-то не так в общем я вишневой не видел ладно попробуем первый экземпляр первый экземпляр пахнет кока-колой что лайм такой но это либо очень не агрессивный лайм либо кола без сахара скорее второе второе вот это кажется лайм ну он очень очень деликатный я почему-то думал что прям будет лаймовое пиршество такое и какой-то но тонкий такой очень на заднем фоне вкус кажется лаймовое ну а тут без вопрос это ванильное вот ваниль еще прям не пожалели ну не зря она мне нравится вкусная газировка да вкусная газировка ванильная кока-кола так идем дальше номер четыре вода почти ничем не пахнет ну это обычная кока-кола это кажется вот это без сахара вот без сахара пахнет прям кока-ковой такой вкус запах такой знакомый прям с детства приятный а вот на вкус мне не нравится я не люблю без сахара газировки что я могу сделать с собой и номер пять вот апельсин да апельсин сильный запах апельсина ничем кстати вот апельсиновая если они швайс тоже без сахара была и вот тут как-то вот этот апельсиновый дух он нивелирует вот этот вот привкус сахарозаменителя дайте расставлю по местам раз у нас такое принято так делать на первом месте номер три на втором месте номер наверное номер наверное 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 2 Хотя нет По-моему лайм 2 Первый, так, 3, 2, 4, 5, 1 Вот так Поставлю, сейчас узнаем Больше у меня вообще все вкусы нахрен съехали И я не опознал ни одну газировку Все угадал, все, я красавец Ну, тут глупо было, сложно, точнее было не угадать Уж совсем надо быть человеком, как некоторые пишутся с атрофированными вкусовыми рецепторами про меня в комментариях Но это не так на самом деле Ничего у меня не атрофировано, все с ними нормально Давайте по паре слов уже в лицо им скажем Когда уже известно, с кем дело имеем На первом месте у меня ванила Ванильная кока-кола Ну, блин, ну, ребят Ну, кто не нравится Я знаю, многие не любят ванильную кока-колу Бог им судья Я люблю Мне она нравится Во-первых, у меня какая-то ностальгия к ней есть Что-то вот какие-то шиш штаны Вот это вот Какие-то тусовки Девчонки какие-то приятные Какие-то вот эти вот Ну, не знаю, какие-то вот Кухни Ну, и вот есть у меня с ванильной кока-колой Какой-то вот такой теплый бэкграунд Который меня с ней связывает И вообще, мне на вкус она тоже нравится Дальше, лайм Я на самом деле удивлен Потому что Знаю сегодняшних производителей Лайма Пи***ть Так пи***ть Обычно Какой-нибудь аромки Все, мы делаем Кока-колу со вкусом Там, не знаю Чего-нибудь Несите мешками Аромки будем засыпать в чаны И будет так, что открываешь Прямо здесь, а в Мексике Лайм чувствуется Нет, очень деликатно Но вообще кола и лайм В сочетаниях классическая Если вы любите тот же Куба-Либра То в Куба-Либра идет кусочек лайма Обязательно Так что кола с лаймом Сочетание выгодное И тут оно работает Ничего не могу сказать Ну, и я еще раз Я не очень люблю сахарозаменители А тут сахар Дальше, классика Я уверен, что она будет всегда классикой Потому что это все припевается рано или поздно А Кока-Кола не надоедает Никому, кроме меня Мне надоело Я ее не пью Вообще, в принципе, по жизни Я не пью газировку Так что чисто для обзоров Но кола, да Я считаю, это вкусный напиток Сколько в детстве я ее выпил Правда, пепси Я пил пепси, ладно, не колу Но прямо я мог выпить Стаканов 10, наверное Этой пепси И мне казалось Ничего вкуснее вообще в жизни не существует Сейчас подостыл, как вы подняли уже Но все-таки мне вкус этот приятен и знаком Классика она, классика есть Дальше, апельсин Приятно удивил меня, на самом деле, апельсин Он у меня здесь Я долго думал Вот эти вот три, на самом деле, более-менее одинаковые для меня По восприятию Апельсиновый вот этот вкус Он удачно маскирует неприятные послевкусия сахарозаменителя И он вообще как-то сглаживает углы безалкогольной колы И мне показалось, что это хороший напиток Да Он вот как раз попадает в какие-то вот эти просветы вкусовые Сахарозаменительные И вот выгодно оттеняет Хорошо, может быть, если я когда-нибудь решу худеть То я буду пить вот именно такой вот колу с апельсином Если ее через эти 10-15 лет, конечно, не снимут с производства Потому что раньше 70 я не планирую за похудание браться Дальше Ну и на последнем месте без сахара Как я уже сказал Не люблю я колу без сахара Но Но пахнет, блин, она кока-колой А вот почему-то кока-кола, кока-кола Не пахнет вообще ничем Верните Видимо, если без сахара То нельзя так экономить на ароматизаторе На основе Потому что совсем вода получится А с сахаром Вот сахар типа перебивает и можно Ну вообще кока-кола должна пахнуть кока-колу Все хуже становится, сука Что за жизнь такая Раньше и Все было лучше раньше Вот раньше было все лучше Вот, да И я был лучше раньше И вот, да И в аптеку не ходил практически никогда Только если Да, сами понимаете в каких случаях А сейчас целыми днями только там и пропадаю Ну ладно В общем, это глупости, конечно, все Ничего хуже не стало Но кока-кола действительно Раньше была какая-то более ароматная Я напоминаю Не знаю в этом выпуске будет или нет Но вообще я решил Что буду добавлять Некоторую ценность Своему телеграм-каналу С историями о продуктах Которые мы пробуем На больших выпусках На некоторых подоширачим На некоторых тупых четвергах Так что подписывайтесь на телегу Там есть что почитать Я серьезно говорю Вот На другие соцсети тоже можно подписаться В инстаграме я такой красивый Вот Такие дела Спонсора можно ставить Лайк поставить надо Лайк поставить надо И на канал, естественно, подписаться Потому что как же вы Без моего канала-то жили до сих пор Неподписанными Поражаюсь Даже не знаю, что вы делали Ладно Я всех люблю, кроме некоторых Пока Субтитры сделал DimaTorzok